Здравствуйте, уважаемые девушки! Сегодня я неспроста в себя такая в лавандовой тематике. Сегодня я хочу продемонстрировать мое увлечение, которым я изредка занимаюсь, которое мне очень нравится, доставляет мне очень-очень много положительных эмоций. И я хочу с вами поделиться своими работами, показать, как я делаю такие вот поделки. Вот такой вот подносик я сделала с помощью техники декупаж. Я убрала все, что здесь стояло. Вообще этот подносик я использую, тут у меня стоят шкатулочки, с моей бижутерией, с колечками, с всевозможными часами, духами. Иногда я тут зажигаю свечечки. Вот, первая моя работа выглядела вот так вот. Сейчас я вам проверчу ее. Вот, довольно-таки нежно. Вот, и все, кто приходит к нам в гости, мои родные, близкие оценили эту работу. Сказали, что вот, как бы, на первый раз очень даже неплохо, очень даже симпатично. Вот, я, ну, как бы, не судите меня строго, потому что я не профессионал, я нигде этому не обучалась. Вот, просто однажды, посмотрев ролик на YouTube, я решила так же попробовать, вот, и мне понравилось. Вторую работу я сделала тоже в такой же тематике, лавандовой тематике. Это вот шкатулочка, обычная деревянная шкатулочка. Вот, и, значит, внутри вот тут шесть отделений. Я шкатулочку эту использую для своих браслетиков. Вот, такая вот удобная шкатулочка. Вы, конечно, можете выбрать абсолютно другую тематику. Вы, не знаю, животные, люди, ваши фотографии, какие-то всевозможные, не знаю, растения, насекомые, бумажки, ромашки. Все, что вам по душе. Вот, у меня был как раз такой период жизни, когда я вернулась с Франции, была на Лазорном берегу. И вот, очутившись в лавандовом раю, я насобирала лаванду там, вот, и все вот, все мои воспоминания, все мои чувства, мое сердце было переполнено этими воспоминаниями. И я решила вот так изобразить, да, вот свои чувства. Можете, да, вот, например, не знаю, вот такую вот лавандочку, да, засушенную. Я, например, использую как, скажем так, я не знаю, как аромамешочек или как-то назвать для шкафа. И, девчонки, это просто божественный запах, когда открываешь шкаф. И, ну, такие обычные мешочки я купила, они стоят, ну, не знаю, 1 доллар, 1 евро. И, ну, в моем случае это лаванда. Вы можете, не знаю, кожуру от апельсина, мандарина, корицу, пачули, какие-то травы. Можете использовать что-то свое. В общем, вот такая вот была лавандовая тематика. Сейчас я это все немножечко вот так подвину, уберу. Еще одна из идей, да, что вы можете сделать, это вот такая вот шкатулочка. Тоже выполнена в технике декупаж. Вот, это немножечко другие, вот, как вы видите, оттенки. То есть, в конце, да, например, вот первой работы я лаком не покрывала. Вот, эту работу я уже покрыла лаком. Это более уже профессиональная, можно так сказать, работа, да, в моем исполнении. Вот, сегодня давайте с вами попробуем просто, извините, задую свечку, чтобы тут не загорелось, чтобы не устроить пожар. Сегодня я хочу с вами просто поделиться техникой, как я делаю декупаж. Вот, и на выборы я, честно, мне, так как бы я не знала, что придумать, да. Вот, у меня две такие коробочки, кошелек, Tommy Hilfiger, коробочка от кошелька, да, или, ну, я не знаю, это желательно, чтобы была ровная поверхность, или какая-то деревянная поверхность, или вот коробочка, да, вот какая-то, тоже можете, например, вот внутри вот так вот выглядит эта коробочка. То есть, если вам нравится творить, если вам нравится творчество, просто сданять свои руки, да, то это, ну, чудесный вариант. Вот такая вот коробочка, и вот такая вот с подобной коробочкой. Вот мы попробуем здесь сделать маленький, вот, у меня остались эти салфеточки лавандовые, попробуем сделать маленький лавандовый рисуночек, вот сбоку здесь. Я просто хочу вам показать технику, то есть, это не будет какой-то шедевр, какая-то работа, просто чтобы вы увидели, как это делается. Значит, вы берете материал, с которым вы будете работать, и обычные салфетки. Вот такие салфетки вы можете в магазине декора купить, даже в любом супермаркете, вот, с рисуночком, с орнаментом, с каким-то. Давайте попробуем, вот, опять-таки лавандовый, да, кусочек я вам покажу. Значит, как мы делаем, такие вот салфетки хорошего качества, они имеют несколько шаров, вот, несколько слоёв, и нам надо, вот, мы первый слой. Значит, разделяем эти слои, вот, она двухслойная, да, получается, двухслойная. И вот, например, мы будем использовать этот рисуночек, мы ножничками вырезаем, чтобы мои ножнички не режут почему-то. Разрезаем. Что-то я изменяюсь, плохие, что-то у меня ножнички, в общем, это можно разорвать, это ничего даже страшного. Значит, у нас тут небольшой, да, вот такой вот, я использую только вот эту корзиночку, мне нужна эта корзиночка без надписи. Без ничего, потому что места немного у нас, вот, ну, что же это такое, не режут ножницы. Сейчас. Толчонки я попытаюсь. Вы, конечно, можете использовать, давайте попробуем пальчиками, вот, такими надрывами. Вот, потом, конечно, поверхность можете, если вас не устраивает цвет, да, изначально вот эти коробочки, вот, лавандовая коробочка, этот подносик коробочка, они были изначально, вот, обычно деревянные. И я покрывала сначала слоем, слоем краски, вот, сегодня я не буду покрывать краской, да, просто покажу вам саму технику, как делается, как приклеивается, так сказать, рисунок, да. Вот у нас сама корзиночка, да, вот, ну, вот, как-то так. Так, мы берем, значит, обычный фалик, обычный фалик, и фалик нам дальше нужен клей ПВА. Клей ПВА. Клей ПВА я развожу в водичке, вот, потому что он слишком-слишком густой, и мне нужна, нужна кисточка. Сейчас, секундочку, сейчас я приду за кисточкой. Ничего, ты начинаешь? Угу. Вот, я нашла кисточку, значит, мы размешиваем наш клей ПВА с водичкой, вот, салфеточку мы... Мы выкладываем лицевой стороной на фалик, чуть-чуть еще клепила, чтобы прицепила, чтобы пристала. И вот такими вот движениями, аккуратненько. Девчонки, это такой творческий процесс. Однажды, честно говоря, я попробовала сделать первую мою работу на работе, когда было мало работы. Вот, я работаю с детками в Монте-Сори школе, и мы часто делаем с ними подилки какие-то творческие, всевозможные разнообразные штучки, вот. И, как бы, мы оформляли помещение, и увидев эти салфетки, вот, я прям загорелась, я давно хотела научиться делать декупаж, и увидела. Я в Ютубе посмотрела видео, и решила попробовать сама, у меня получилось, и я потом начала, в общем, все, что возможно, обрабатывать такой техникой, украшать. Значит, вот так у нас выглядит на файлике. Потом мы на ровную поверхность, аккуратненько прикладываем, да? Прикладываем этой же кисточкой, да? Так, немножечко поровнеем. Вот так немножечко прижимаем, чтобы в коробке оно пристало. Вот. Вот кисточка, кисточка, вот такими вот движениями мы разглаживаем. И потом аккуратненько, аккуратненько, вот придерживаем пальчиком, снимаем файлик, и вуаля. Значит, пока салфетка мокрая, да, она еще не выглядит. Если вдруг у вас есть сухие кончики, да, где салфетка плохо пристала, вы можете вот спокойно, да, вот так вот пройтись, аккуратненько, приглаживающими движениями. Потом дать салфетке высохнуть, и сверху можете покрыть лаком. Чтобы закрепить ваш результат. В общем, девчонки, я надеюсь, что это видео было вам полезно. Я вас вдохновила на такое вот творчество, как декупаж. И желаю каждой из вас, чтобы вот красота на ваш вкус появилась в каждом вашем доме. Целую, обнимаю. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok